Всем привет! Вы снова на канале SEO Quick и в этом видео-подкасте и аудио-подкасте я хочу рассказать про такую тему, как написание уникального текста. Зачем это нужно, что нужно для этого делать и какими сервисами лучше себя проверить. Часто всего мы работаем с клиентами, у которых есть свои копирайтеры, они пишут тексты для блога, на то есть ряд причин. Мы рассказывали это в наших прошлых подкастах. Почему? Потому что мы не можем быть специалистами в определенных сферах бизнеса. И также в сферах бизнеса невозможно найти специалистов, которые будут вам писать тексты. Поэтому как писать уникальный текст, вообще как писать правильно тексты, это довольно-таки сложная наука, как правильно писать текст для статьи. В трендах 2020 года я бы обратил внимание на такие вещи, как намерения пользователя. И конечно же написание статьи. Я решил изучить статьи в ТОПе по запросу, как писать уникальный текст. И конечно же мне вышел сайт СайтОк. У него очень хорошая статья. Хотел бы, собственно, пропиарить эту статью. Статья очень классная. Да, и Анатолий Ситников написал очень грамотный контент по этой теме. Он как раз и соответствует тем требованиям, которые нужно учитывать при написании текста. В первую очередь, когда вы пишете текст, вы должны четко создать его структуру. Структуру заголовков вашего текста. То есть, если вы создаете любой текст непосредственно для статьи, если мы говорим только про статьи, не про карточки товаров, а мы сейчас в данный момент будем говорить про статьи, то для создания текста вы должны продумать его иерархию и структуру. Что там будет? Это структура заголовка H1 и также их подразделы. Заголовок H1 является важным ключевым запросом для вашей странички. То есть, H1 это определяет главный мастер-ключ для вашей страницы. И под него вы будете уже делать отдельно тайтл, который будет использоваться, и вокруг него будет строиться все продвижение ресурса. Затем возьмите основные вопросы. Я рассказывал в прошлых подкастах, что сейчас нынче модно использовать формат вопрос-ответ. И в 2020 году, учитывая особенность выдачи, мы это заметили, проэкспериментировали и добились результатов. Вы видели, как мы это сделали. Обязательно учитывайте структуру заголовков. Это очень важно, когда вы будете продвигать свои статьи. Ваши заголовки не должны быть просто случайными словами. Это должны быть вопросы. Найти вопросы можно непосредственно в сервисе Serpstat. Так, в Serpstat вы можете это делать с легкостью. Введите любой запрос, например, уникальность текста. И поищите, допустим, в подсказках Яндекса или в подсказках Гугла непосредственно результаты. Сервис Serpstat многим не нравится своими длительностью, но нас устраивает то, что в принципе он выполняет свои ключевые задачи. Он нам помогает искать те самые вопросы. И по этим вопросам мы строим свою стратегию продвижения. То есть где-то посмотреть, вы выбираете SEO-показатели. И непосредственно в анализе ключевых слов вы можете увидеть Search Suggestions и Related Keywords. В Related Keywords можно увидеть все варианты запросов, которые существуют. Но в Search Suggestions есть классная функция Only Questions или только вопросы. И по этим вопросам можно увидеть, какие вопросы интересуют аудиторию. Например, по запросу уникальность текста я вижу, как повысить уникальность текста, как проверить текст на уникальность, как поднять уникальность текста, то есть это синонимы, как быстро проверить уникальность текста, какая должна быть уникальность текста на сайте, сколько процентов, то есть где можно проверить текст на уникальность. То есть вы видите, уже вырисовываются те самые заголовки, под которые можно строить вопросы. И выписав эти вопросы, вы с легкостью сможете построить структуру заголовков. Вернемся к нашей статье, по которой я, собственно, ориентировался. Ее структура заголовков это, конечно же, термины, зачем писать уникальные тексты, как проверить уникальность статьи или сайта, какие тексты лучше читать, восприниматься человеком и рекомендации по написанию статей для сайта. И здесь вот очень удачно как раз идут в заголовках H3 под ответы. То есть заголовок H2 задает вопрос, заголовок H3 дает дополнительные ответы, которые раскрыты в дополнительном контенте. И, само собой, с легкостью можно посмотреть, статья написана по очень простой и легкой системе. Небольшое количество абзацев, скрины обязательно и примеры. Если стараетесь делать какую-то инструкцию, стараетесь использовать чек-листы, списочки и тому подобное. Помните, что любую статью старайтесь сопровождать примерами. Так, Анатолий Литовский написал у нас статью по запросу продвижения в Instagram и она сейчас занимает лидирующие позиции, хотя мы на нее не сделали ни одну ссылку. То есть по запросу продвижения в Instagram можно с легкостью увидеть нашу страничку. Она находится в топе. Мы не сделали ни одной ссылки. Она написана по этой простой системе, где мы рассказали коротко структуру, расписали все моменты, все основные моменты, как продвигать Instagram. Единственный момент, ее можно доработать, переписать все заголовки и она займет еще более лидирующие позиции, чем мы в данный момент сейчас и занимаемся. На текущий момент обязательно, как писать уникальные тексты, в первую очередь вы должны подойти к позиции структуры контента. Теперь отвечаем на вопросы, которые, собственно, вы, наверное, интересуют. В сервисе проверки уникальности самый популярный это текст true. Вы можете с легкостью взять любой абзац, который тут есть и непосредственно закинуть его в этот текст true. Он работает довольно быстро и меряет уникальность. Пока мы будем обсуждать, он будет говорить, покажет уникальность того или иного контента, который мы хотели бы проверить. Самое главное, что он видит, он вылавливает ошибки, он определяет заспамленность, определяет вводу и говорит, насколько ваш текст хорош или плох. Очень важно, он учитывает ту самую уникальность, на это нужно время подождать. Если у вас, конечно, платная версия, вы можете это сделать гораздо быстрее. Текст true это идеальный инструмент для проверки вашего копирайтера на написанный материал. Само собой, вы видите, что он говорит, что кто-то уже писал этот блок, точнее этот блок какой-то сайт у нас эту статью украл. Мы можем посмотреть на эту страничку. Ну, мы за него рады, мы написали раньше, это факт. Поэтому здесь мы можем сказать, что про SEO Pro этот момент попросту забрал себе. То есть, по факту, это наша статья, которую он взял себе целиком и переписал по этой идее странички. Итак, делаем выводы. Сервис для проверки уникальности. Здесь вы проверяете все основные тексты и проверяете их на уникальность. Учитываем, Яндекс работает по проверке уникальности очень медленно, но, само собой, он уникальность учитывает более жестко, чем Google. Вы, наверное, с этим сталкивались. У Яндекса есть возможность в вебмастере закидывать тексты непосредственно на изначальную проверку. Для этих целей вы оригинальные тексты закидываете в разделе вебмастер Яндекс на своем сайте в разделе оригинальные тексты. И в оригинальных текстах вы добавляете те тексты, которые нужно проиндексировать. Благодаря этому вы избавляетесь от проблемы долгой индексации вашего контента и таким образом защищаете себя от попытки украсть ваш контент в дату публикации. Например, многие парсеры таким образом воруют контент, не дожидаясь, пока вы его захватите в Яндексе. Поэтому оригинальные тексты я рекомендую обязательно использовать. Единственный минус, вы должны знать, что он ест не все тексты. Можно закидывать не более 100 текстов в день. И очень важно, что тексты длиной минимум 500 символов он не воспринимает. Поэтому этот контент годится для статей. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Не забываем подписываться на наш аудиоподкаст. Ссылочки, если вы смотрите у нас на YouTube, в описании. Не забывайте поделиться с нами в соцсетях. Задавайте вопросы в комментариях. И до новых встреч!